Check out this epic drop! Легендарные автомобили у нас обновились И такое огромнейшее у нас обновление получилось У нас теперь будет в этом паке 4 автомобиля А не 3, как было последние разы А именно будет добавлен, ребят, у нас еще и NAMI 058S Так, собственно говоря, прошу любить и жаловать Вот он, вот он этот NAMI, ребят Посмотрите, какой это агрегат Посмотрите, какой это агрегат Вообще, конечно, офигенная машина Что-то взято с Урала Что-то взято с нами Не, ну в целом, в целом, ребят, конечно, машина обалденная Обалденная машина Ну, допустим, значочек у нас, да, вот такой вот здесь Вот вместо огней автопоезда на крыше У нас вот раньше еще, наверное, да, ну не наверное, а точно, как бы меня проинформировали Вот, вот такой вот знак стоял Вместо вот этих вот трех лампочек огней автопоезда Обозначение автопоезда был такой треугольный знак, желтенький Вот, потом уже появились вот эти вот три лампочки на крыше Вот, ну вот такой вот симпотненький, ребят, NAMI, я считаю Ну давайте, ладно Давайте я сделаю следующее К нами мы еще с вами вернемся, безусловно Хочу освежить вашу память Относительно всех вот этих модов Вы знаете, вот я смотрю различные стримы, различные обзоры Различные прохождения тех или иных карт Я как бы свое-то хрен смотрю, мне это нафиг не нужно Я записываю, мне этого достаточно Я вообще редко когда видео пересматриваю Я вот во время редактирования своего видео, допустим Вот я, хоп, включил там начало, середина, конец Звук работает, все нормально Вот, запоминаю в процессе обзора, где какой косяк был, стараюсь вырезать Вот, все, в принципе на этом просмотр своих видео у меня заканчивается Поэтому я смотрю различные другие видео Вот, и делаю такое вот заключение Что данного рода автомобилями вообще мало кто пользуется Я считаю, а зря Очень даже зря Потому что эти моды, они в принципе подойдут для любителей Тихоходных транспортных средств, я имею ввиду Ну, которые из разряда реалистичные Поведение, физико-реализм Вот, едут туго, медленно, но уверенно Да, вот так скажем Застревают в лужах То есть, в принципе, то, как оно должно и быть Вот, также эти моды подойдут, ребят, еще и Тем, кто любит автомобили читерские Так скажем, мягко говоря Вот, то есть, чтобы вот заехал и выехал из грязи Ровным счетом, как по асфальту Вот, по той простой причине Что взять тот же самый вот этот Урал-С С колесной формулы 10х10 Ребят, ну, в принципе, проходимость у него уже обалденная Вот, что уж говорить про нами Про нами, ребят, 0.58-S Я, честно говоря, пока не знаю Обзор будет по нами чисто импровизационный Я ранее еще на ней не катался Записываю обзор буквально по маячку от Муздена О том-то, что мод сейчас находится в общем доступе И они его залили в мастерскую в Спинтайрес Вот, кстати, да Музден и Дариус являются авторами всех этих модов Вот, и якобы не теряя времени Записываю обзорчик Ладно, освежаем память А то там сейчас по-любому начнут агриться Относительно, что смотреть через 10 минут сначала Вот, ладно, поехали Значит, здесь у нас все достаточно просто Я думаю, все прекрасно все помнят Относительно функционала данных модов Вот, здесь мы можем с вами возить груз всевозможный Разный, разнообразный Вот, машинки опупенные все, ребят Честно, ни в одной из них косяков Мною обнаружено ранее не было У меня, вы знаете, есть такое вот желание Замутить какую-нибудь карту Именно вот под эти машины Вот именно под эти Вот под ретро-машинки Мазы 200-й Ну, последний, короче, лучезарная карта была Я думаю, многие ее помнят Я делал карту Да, вот специально заточил карту под ретро-мобили Вот, а почему будем заточить карту Под именно вот такого рода автомобили Потому что, ну, они круче, чем дефолт по проходимости Да, соответственно, стандартные карты Им вообще, как говорить, как ни хрена хрена проходить Вот, даже отчасти не интересно А вот какой-нибудь хардкорчик, адекватный только хардкорчик Вот я считаю, вот карт с адекватным хардкором мало Вот на основании этого, я думаю, стоит вообще запилить какую-нибудь карту Сейчас, конечно, я могу озвучить У меня были даже мысли по названию карты Главное, чтобы эту мысль никто не спер Ну, не хрен бы с вами, прикид на здоровье Я чуть-чуть другое придумаю Вот, хочу назвать карту Актив То есть, и у нас здесь все автомобили с активными полуприцепами И назвать карту Актив Вот, и, ну, пока я еще даже не начинал никакую карту делать Поэтому, как говорится, когда это произойдет, хрен его знает Ну, 4 очка у нас здесь с вами грузится, да Борты у нас здесь открываются Вот, все, что можно здесь расхлябывается Скинуть груз можно Вот, бревнышки выпали, 3 короткие Все загружается, все закрывается Ладно, я думаю, с этим модом все понятно Вот таком-то состоянии мы давайте его откатим куда-нибудь в стороночку В стороночку сюда Давай припаркуем его Припарковали Дальше у нас с вами идет Шишида Это у нас, получается, ГА-66Р Тоже адекват мобиль С активным полуприцепом Маленькая, компактная, проходимая Что еще нужно, как говорится, для счастья, да Вот, соответственно, хоть она и маленькая И это, но, безусловно, имеющая вот у нас колеса Второй комплект внедорожный Адончики всевозможные Функционал у нее достаточно хороший Само собой, разумеется, она еще и грузится у нас, умеет Для погрузки у нас что нужно нажать Выбрать короткие бревна Появляется у нас здесь свободный груз Свой груз на три очка Выпадает Шесть коротких бревен В симуляторе грузится все чики-пуки Ребят, беглый обзор Потому что, в принципе, ранее уже обзор записывал Беглый обзорчик у нас на эти модики Модики, модики, модики Просто как бы так освежаю память для всех и для себя заодно Вот, чтобы заодно еще и, соответственно, нами сравнить со всем, что мы здесь с вами увидим Ух, заводится ядрень на батоне сто Эх, звук хороший у него, конечно Ну, Музден в звуках-то он шарит хорошо Поэтому, как говорится, тут по большему счету на любом моде звук идеален Про внешность, ребята, это вообще даже умалчиваю Машинки все очень красивые Так, гараж Четыре очка гаража Потом атакует у нас аддон 200 литров 500 ремки Еще и груз может ввозить Таким макаром, да, у нас здесь, значит, с вами все закрывается Расклябывается Само собой, разумеется, у нас здесь что-то там грузится Вот, при скидывании груза у нас к вам и выпадают бревна Ой Вот, в симке у нас все это загружается Вот, короче, все прекрасно и замечательно, ребята Все очень офигенно Отправляем на стоянку узелок 137-й Ну, и, наконец-то, наконец-то я уже Ой, подкопился на шишигу И, наконец-то, я все-таки уже хочу, наконец-то, прокатиться на нами Безумно хочу прокатиться на нами Ребята, еще раз напоминаю До этого, до этого ни разу Четкий звук двигателя Низкооборотисто такое прям чувствуется, да И колесная формула, ребят, 12 на 12 Офигеть Все анимировано, карданы крутятся, вертятся Все как-то должно быть Конечно, шикарный автомобиль Очень красивый Ну, красота своеобразная, оно и понятно Как бы, да, а то подумают, что и врачей Так, ну вот Смотрим с вами на аддоны Значит, первым делом у нас с вами Репэр-бэкон устанавливается 200 ремонтных очков Вот такая вот финтифлюга приблудная Устанавливается у нас с вами на крышу Смотрим, как оно вообще светит Не светит по ночам Вот, желтеньким светом каким-то она у нас светит Прикольно Рессорина лежит какая-то Кардан у нас там валяется И бачок какой-то здесь еще приспосабливается Крючок какой-то там Еще что-то Шаровая, что ли, какая-то Хрен узнает Вот, ну, работа светотехники У меня, в принципе, сомнений, ребят, нет Прожектор у нас работоспособный Вот, видите Луч света у нас ходит до сюда Активируется благодаря клавиши 3 или же мышкой Поворот осуществляется благодаря кнопкам РТ Английские кнопочки РТ Светит, правда, он желтым А вот так вот, смотрите, он синевой отдает, да? Да, так точно Зачетно Зачетно все светит, ребят Вдаль светит, по принципу, ночью не заблудишься Изначально у нас А, нет, изначально у нас уже с вами На полуприцепе присутствует светотехника Работает задний ход Работает задний ход Работают, ребят, стопаки И горят габариты Все, в принципе, как и должно и быть Так, ну что, тушим свет, ложимся спать Ладно, поехали дальше Этот аддон нам ничему не обязывает Можно его не снимать Дальше у нас идет Емкость цистерны 200 литров Полторы тысячи ремонта Пачку Вот такой вот, ребят, у нас аддон Достаточно, как по мне Блин, так и кладшую на подвойке Знаете, если, типа, перекинуться на прицеп Чтобы камера перекинулась К сожалению, это невозможно Так как Это у нас автомобиль одно целое И прицеп не отцепляется Вот Вот такой вот у нас аддон Вагончик у нас сзади Лесенка, смотрите, примостыренная Смотрится очень четко, красиво Смотрите, с этой стороны у нас борт присутствует С этой стороны у нас борт отсутствует Функционала у борта, к сожалению, нет То есть больше у нас борты здесь не раскладываются Так, поехали дальше Снимаем Едем дальше Так, здесь у нас гараж 500 ремонт на 4 очка гаража Вот такая вот, смотрите Вот такая вот То есть у нас аддончик установится А эта труба у нас там, что ли, торчит Типа его там топить можно и жить, наверное Красивенько Четненько Колесико запасное устанавливается Устанавливается 150 ремонтных очков колесико Соответствует тем колесам, на которых мы сейчас с вами находимся Не, ну запаска-то по-любому нужна Вы прикиньте Сколько колес-то? 12 колес Обалдеть Так, дальше мы с вами смотрим Борт Борт Вот такой у нас здесь грузится Голенький такой, смотрите Без бортов Проверим на погруз 6 очков погрузки у нас дает Загружаются у нас здесь, ребят Получаются трубы И загружаются вот такие вот бетонные кольца Вот Кстати, данные кольца, они по-моему мне уже встречались В виде объектов для карты Их повзаимствовали Пряморукие люди Вот, и собственно говоря Забацали их аккурат под груз Под эту нанью При скидывании данного груза Что у нас с вами здесь выпадает? Два длинных гривна В принципе дефолтный функционал Два длинных гривна дает у нас 6 очков погрузки Идеально Идеально вот своего груза, ребят Очень красиво смотрится Подставочки, смотрите Под трубы у нас здесь присутствуют Чтобы трубы не укатились Ну конечно офигенно Офигенно, ничего сказать плохого не могу Смотрится Так, дальше Коринжа на 4 очка у нас идет далее В принципе данный Аддон у нас прибыл С какого-то из предыдущих По-моему модов Если мне память не изменяет Единственное, конечно Могу ошибаться в расположении Всех вот этих баллончиков Ящичков Офиг его знает Там, кстати На предыдущем паке Там оно отличалось Визуально вроде похоже было Но запаска могла не там лежать Или другая запаска Ящики какие-то там другие были Вот здесь я не знаю Похоже или не похоже Ребята, сравнивать один к одному Как говорится делать Это смысла не вижу абсолютно никакого Проверяем тупо на функционал Значит Загружаются у нас здесь 4 очка Плиты Груз плиты Да, груз плиты у нас был При скидывании данного груза У нас с вами появляются здесь 3 средних бревна В режиме симулятор грузится идеально Без каких-либо проблем Пошли дальше Пошли дальше, ребят Дальше у нас идет с вами Репер Тит Это у нас запас А, нет 40 литров и 250 ремонтных очков Ну, такой здесь у нас Бачочки какие-то Ящички с инструментами В принципе, аддон вполне оправдывает То, что мы перед собой с вами Видим Так, дальше у нас идет с вами Ух ты, ёп ты Емкость цистерны 3500 450 ремонтных очков Ребят, дает нам данный аддон Ну, я думаю Всеми знакомая бочка от заправки Вон она Там она у нас стоит Вон она Размер, в принципе, 1 к 1 Очень смотрится Под стать данному моду Лично мне безумно нравится Офигенно, гармонично смотрится с этим модом Такая же юзная Как, в принципе, и сама машина Вот Так, смотрим С вами дальше Смотрим дальше А дальше у нас с вами идет Опаньки Вот это, да Вот что-что А вот этого я здесь точно не ожидал увидеть, ребят Sword Witch Crack 4 очка погрузки У нас возможно осуществить Благодаря данному крану Ребят, смотрите Выдвинуть опоры Опустить Чпок Ни хрена себе, ребят Мы можем самостоятельно грузиться В режиме симулятор Благодаря этому аддону Ну давайте попробуем Изначально загрузиться Конечно В аркаде Вот так-то оно Все это дело происходит При скидывании груза Выпадает у нас с вами Три средних бревна Офигенно Блин, ну что-что Я этого не ожидал Так, все Я хочу Я хочу погрузиться Самостоятельно Не уговаривайте меня Я по-любому это сделаю Поехали Поехали Козу подъедем Поплотнее И собственно говоря Осуществим погрузку В режиме симулятора Мне лично это безумно Нравится делать И чего и вам рекомендую Аркада вообще Для слабаков конечно Приехал Кнопочку нажал Это загрузился Это не интересно Так Проверяем Проверяем Мы с вами сейчас Здесь кран Как он грузит Не грузит Функциональность Мощность этого крана Ну к примеру Да Дефолтный кран У нас способен Поднять смело Поднять смело Два средних бревна Да Ну давайте проверим Здесь сможет ли Виолет начинается Не вписался немножко Вот Спавним мы значит Среднее бревнышко Активируем мы с вами Здесь кран Ну кася Выкуся Ой Нет А где здесь у нас Захват А захват цифра 5 Ребят Я привык Четвертый Цифра 5 Бо-бо Дурак Я еще Бревно не заспавнил Уже это Отпустил А как Крутьвер Делать Вращение Нет Вернуть Захват Стрела А вот Ну ладно Что-то я Подожди А где вращение А вот Я просто кнопочку нажал До этого И оно бывает Так вот Так вот У нас Хватает спокойно Два средних бревна Ребят Элементарно Все это Покладывается В прицеп Так что-то Оно как-то Не сильно Ау Я точки не вижу Что-то Почему-то Точки не появляются А можешь положить Просто надо Поэтому точки не появляются Да Вот И соответственно Еще одно бревнышко Мы с вами грузим Вы знаете Я наверное В таком вот исполнении Поеду По полигону В таком исполнении Сейчас я загружу только Так Пятерочка И Здесь Просто Локация Очень такая Плоская Достаточно Вот эта вот Лоуд-арена Да Вот загорается Достаточно плоская Мне бы Кажется Надо было Мало ли Бревна домиком Встанут Да И в принципе Мне кажется Уже будет Достаточно проблематично Погрузиться Плоская Очень такая Вот эта Лоуд-арена Ну Наверное Для профессионалов Этого вполне Достаточно Вот Так Для таких Как я Шучу Ребят Вот Идеально Ребят Все погрузилось Смотрим Что мы еще С вами Можем Дополнительно Поставить Запаску Можем Здесь с вами Поставить Можем С вами Поставить Еще Вот этот Аддончик Ну В принципе Все Вот Еще Есть Присутствует У нас Один Комплект Колес Давайте Мы его Безусловно Рассмотрим Сейчас Колеса Ребят Меняются У нас Как На самой Машине Так И В принципе На самом Полуприцепе Потому что Еще раз Напоминаю Это у нас Одно Целое Поэтому Колеса Меняются Как на Самой Машине Так И на Полуприцепе В таком Состоянии Давайте Мы прокатимся По полигону Посмотрим На Проходимость Этого Мода Потому что Это все Так Немаловажно Как я Считаю Колесная Формула 12 на 12 Должна Работать В игре Очень Хорошо Вот Два очка Погруза У нас Ребят К сожалению Нет Вот На гору Кто выше Я конечно Могу Заехать Вот Эксперимента Ради Да Все таки Интересно Насколько Высоко Сможет Эта машина Подняться Вот Но правда Это будет У нас Своеобразное Такое Нехорошее Нехорошее Тест Потому что Тестирую Я еще раз Ребят Повторю На этой горе Моды С двумя очками Погрузки Здесь же у нас Интересно Я думаю Всем Насколько Высоко Туда Сберется Четкий Аддон Ребят Вот Кто бы Что Не говорил Но Аддон Офигенный То что Можно Вот так Играть С друзьями Скачали Вот этот Пак Автомобили С активными Полуприцепами У каждой На своем Но Но Вот этот Манипулятор Есть Только Блин Ребята Забыл Включить Полно Три Блокировки Назад Сдаем Вот Но У этого Есть Кран Манипулятор Плюс ко всему То есть Можете Погрузиться В режиме Симулятор С друзьями Благодаря Вот этому Моду Я считаю Очень грамотный Аддончик Я думаю Многим Придет По вкусу Все Ребят Мы приехали Чуть дальше Чем Зелок Несмотря На то Что у нас 12 колес Ну Понятное Дело Здесь у нас Наверное Сыграла роль Старина Старинность Наверное Будет Правильнее Сказать Старинность Этой Машины Поехали По болоту Посмотрим Насколько Он будет Хорошим Володя Чувствуется Как полуприцеп Толкает Чувствуется Прям Жопу Аж Заносит Ну хорош Хорош Красив Прям Люба Смотреть На него Ребят Что-то Новенькое Вообще Прям Шикарно Конечно Четкий Урал Фу Урал Блин Я так и Хочу Урал Назвать Четкий Нами Ой Не там Поехал Ну да Ладно Усложни Маленько Задачку По болотцу Едется Пока что Ребят Хорошо Без Каких Либо Нареканий Блин Опять Я не туда Поехал Я все На его Мордашку Не налюбуюсь Честное Слово Ребят А пока Любуешь На мордашку Я не туда Ехать Начинаю Ну да Ладно Смотрите Он и здесь Хорошо Проезжает Здесь место Достаточно Такое Харкорное На самом По сравнению Если бы я поехал Будет здесь Вот рядышком Повышенная Передача Ля-ля-ля Тополя Пока и намека Нет на то Чтобы застрять Ребят Он по-моему Как стартанул На повышенной Так он и едет Вообще Даже не думая О том Чтобы где-то застрять Нет На 12 На 12 Конечно Это 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 Много Это Реально Много Соответственно Это Много Должно Быть Оправдано Расход Вы знаете Меня Отчасти Смущает 20 литров Ребята Оно мне Демонстрирует Повышенная Передача Доблокируем Дифференциалы Полный Привод 20 литров Расхода То есть За 30 Ребята Оно Выползать Будет По Алюбасу За 30 Ребята Катует 35 Я так Думаю В режиме Симулятора Оно Будет Вылазить То есть Бак То у нас Здесь Не такой Большой 300 литров Всего Навсего Так что Оно Может быть И приятненько Будет ехаться По грязи И лужам И поможет Там подъем И спуск И фз Вот Но При всем При этом Не забывайте Что у вас Может закончиться Топливо Вот Да Аддоны Есть Аддоны Есть Ну извините Меня Они уж Там Не баки Там По 350 Литров Да Здесь Все Вполне Такое Оправдано Оправдано Без Какого Либо Кощенства Аддончики Все Очень Так Достаточно Правдоподобно И реалистично Вот Поэтому Соответственно Поэтому Особо Не Думайте Что Прямо Все Скачали Этот Мод И Все Вам Карты Будут Покорны Ни В коем Случа Для Покорности Карты Есть Полярники Всевозможные И так далее И тому подобное А этот Все таки Мод Ребят Ну на самом деле Старая машина Я не знаю Какого года Я не интересовался Я прямо Как узнал Что мод Находится В общем доступе Решил не откладывать Тел И собственно говоря Записать на него Обзор Сейчас я Обзоров Записываю Очень мало Есть на то Причины Вот Но на этот Мод Обзор Не записать Я просто Не мог Очень хорошая Машинка Красивая Да вообще Пак шикарен Вот Пак Пак Реально Весь Пак Вот этот Он шикарен Вот Такой Превьюшка У нас Криншотик Пойдет Что-то Я Блину Опять Засмотрелся Ой Блин Офигас Я застрял Ребят Я застрял Что мне делать Так Давайте Что у нас Там По точкам Зацепа Так По-моему Надо нам Полный Привод Выключить Дифференциал Заблокируем Это Зараза Не помогает Что-то Как-то Нам Дело Немножко Так-то Оно Прицепно В принципе У нас Подтянулся В принципе О, я так сейчас Кворкнусь А, это Что-то Я отхватился Ни за что-то А, я за Манипулятор Взялся Ё-моё Я думаю Че-то У меня Как-то Странно Машина Заваливаться Начала Ну ладно Давайте А, дифференциал Надо Блокировать Пристотел Дифференциал Блокируем Блокируя дифференциал Ребят Получается Следующая Картина У нас Блокируются Колеса На Самой Машине А полуприцеп Он так и есть Как будто Без привода Да Давайте Полный привод Что сейчас Поедет Нет Ох Нихрена себе Прет Ребят Смотрите Ух Не завалиться Б А О какой Тест У нас Хардкорный Получился Здесь Вот это Да Машина Зверь Не Машина Прет То что Надо Ребят Кто бы Что Не Говорил Но Машина Прет Вообще Конечно Шикардошно Ну Хочу Еще Так же Напомнить То что Я Одел Внедорожные Колеса Вполне Возможно Оттого Росток У меня Так Большой Скорее Прицепа Относительно Рамы Тоже Мне Очень Нравится Знаете Либо Так Складывается Все Очень Хорошо То есть Преодоление Тех Или Иных Каких Препятствий Вам Будут По Плечу Не Почувствуете Вы себя Ущербом То что Вы Едете С Полуприцепом Нанесение Урона Водой Ну Даже В принципе Еще До Лобового Стекла Не Достало Урон Мы Уже Начали Получать Не Утонем Ли Мы Здесь Нет Не Утонули На урон Хапанули Хайми Заговорил Ну И Самый Интересный Тест Тест Как Говорится На Проходимость Харкорная Грязь Ребята Мы С вами Здесь Перед Носом Проверяем То Как Оно Будет Хорошо Проезжаться На этой Машине Колесная Формула 12 на 12 Не Подведи Меня В принципе В принципе Здесь Получается Следующее Так Повышальчик Слетела Вот Получается Следующее Пока Здесь Морда В Харкорную Грязь Погружается Жопой Все еще Толкает Вот И Потом Происходит Наоборот Пока Морда Пытается Пока Жопа У нас Там Горези Сидит Морда Его Уже Вытаскивает Понимаете И Получается Здесь Такой Своеобразный Тени-толкай Вот Причем Безотказный Тени-толкай Знаете Зачастую Это выражение Используется В нескольких Других Целях Вот Здесь же И вот этот Тени-толкай Ребят Очень Грамотно Работает При проезде По грязевым Препятствия Очень Длительные Такие Препятствия Грязевые Крайне Редко Вообще Где-либо Встречаются Давайте Съездим Я на автодром Не хочу Ехать На этой машине Не вижу Абсолютно Никакого Смысла А вот По грязевым Дорожкам Я с удовольствием Прокатился Прям начиная От и до Еще раз Напоминаю Кто недавно Смотрит Мои обзоры Данные Грязевые Дороги Выполнены Следующим Образом Лайтовая Грязь Средняя Грязь Хардкорная Грязь Вот Теперь Мы сейчас С вами Протестим Эту грязь От и до Начиная Врубаем Повышенную Передачу Знаете что Я наверное Сразу сейчас Прибегну Третьей Полосе Препятствий Третьей Полосе Грязевых Дорог Аля Хардкорная Вот Потому что Ну не вижу Смыса Просто Он как По маслу Здесь проехал Даже Не думаю О том Что можно Вообще Застрять Поэтому Давайте Прибегнем Сразу С вами Хардкорные Грязючки Адекватно Хардкорные Грязючки Ребята Это Вот так Это правильно Будет Назвать Здесь Камушки Так Ну что Съездим Еще Куда Давайте Съездим Сейчас Я вот сюда Вот Тупыхнусь Проедем С вами Через брод В лесочек Немножко С вами Забуримся Ну и Соответственно У нас Еще тест На скорость Остается Ребята Тест На скорость Мы с вами Не будем Игнорить Проверим То Насколько Эта машина Будет Шустрая Прыти Я чрезмерно От нее Не ожидаю Конечно же Безусловно Да Но Тем не менее Протестить Стоит Проплывем Мы с вами Через брод Врубим Повышенную Плюс Один Блок Полный Привод Так И вот Здесь С вами Надо Там Повернуть Ну и Опять Поплыли Опять Поплыли Ребят А Давайте Нет Знаете Как мы Сделали Да Можно Вообще Прям По реке Попробую Проехать Почему бы И нет Ух ты Ух ты А здесь Что то Как то Глубоковато Аж Единицы Урона Получили Офигеть Красиво Смотрится Да Давайте Те Те Не все Так Уж И Просто Это Не Порожняком Это И Не Два Очка Даже Это Четыре Очка Погрузки Тест Я считаю Достаточно Такой Ну Гуманный Гуманный Тест Потому Что Все Так Колесная Формула 12 На 12 Должна Отвечать Сама За Себя Раз У тебя 12 Колес Соответственно Ты Ехать Должен Везде И Всюду Ну По крайней Мере Этого Будут Ожидать По любому Те Кто Этот Мод Ускачивать Ну Что ж Поехали Наверное Мы с вами Теперь На Полосу Разгона Проезжаем Здесь Еще Такую Шмазилку Небольшую Но Она Прям Реально Небольшая Это У нас Джиперский Гараж Сейчас Здесь Справа Находится Здесь Везде В принципе Грязь Неглубокая Достаточно Адекватная Давайте Проверим Свообразную Такую Маневренность Здесь Надо Будет Сманеврировать Между Деревьев О Сманеврировали Да Пролезли Пролезли Цикарно Ну И Собственно Говоря Ребят Выезжаем Мы С вами На Асфальт Вот Выезжая На Асфальт Хочу Показать Вам Вид Из кабинок Что В принципе Я забыл Сделать Изначально Да Флаксон От грузовика Все Как Положено Анимация Руля Отсутствует Текстурки Достаточно Такие Простенькие Мягко Говоря Так Ну Что ж Снимаем Мы С вами Как Всегда По традиции Все Аддоны Которые У нас Сейчас С вами Скорость Закрываю Гараж Открываю Строку Состояния Двадцатничек У нас С вами Уже Вырисовывается Двадцать Два Так Двадцать Пять Тридцатничек Ребят Нарисовался Тридцать Пять Ух ты Тридцать Девять Даже Тридцать Девять И Почти Почти Сорок Было Было Почти Сорок Ребят О Сороков Сороковник Ровно Был Ну В принципе Неплохо Неплохо На самом деле Сорок Один Даже Вот Это Роскошь Сорок Один И пять Десятых Сорок Два Ребята И Три Десятых Промелькнуло Блин Ну Шикарная Скорость Я вообще Честно Говоря Не Ожидал Такой Высокой Скорости От Вот Это Да Ну Получили 243 Урона Правда При Сем При Этом Маз 73 10 Вообще Получил 521 Урон Так что Ему Еще Хреновик Вот Ну Считаю Что Ребят Мод Конечно Апупейнейший Апупейнейший Мод Получился Удариваться И у Муздена Я считаю Скачать Этот Мод Должен Каждый Абсолютно Каждый Ссылочка Под Видео Также Мод Доступен Мастерской Спинтайрес Также Мод Доступен Будет На сайте СТ Мод Вот В группе Моей Само собой Разумеется Во множестве Других Групп Я думаю Что Этот Мод Посетит Все Группы Известные Группы По игре Спинтайрес Так что Ребят Не проходите Мимо И скачивайте Всем большое Спасибо За просмотр Подписывайтесь На мой канал И ставьте лайки Не забывайте Вступать в мою Группу Вконтакте И Всем Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok